Владимир Рыков, центральный защитник Московского Динамо, подписал в СТОМе арендное соглашение и присоединился к нашей команде в ходе Тираспольского сбора. Понятно, что в Томск Владимир отправился за игровой практикой, однако сразу оценить потенциал новой команды было непросто. Не добавили ему оптимизма и первые игры чемпионата. Тяжело было говорить, потому что команда только собиралась и только в составе сыграли две игры, три только подъезжали люди. И тяжело что-то было сказать, но потом, когда игры начались, тоже как бы семь игр проиграли и тоже такое, ну, было в мыслях, может не надо было, может не надо было. И сделал выводы и понял, что команда за такое быстрое время не может сыграться и потом пошли уже очки. Так как коллектив строится, еще идут и поражения, и тяжело выстраивать какую-то там коллективную игру, и психологически было тяжело. Все ребята молодцы, то что сплотились все вместе. Как ребята переживали внутри коллектива, в раздевалке, скажем так, за пределами футбольного поля, как они реагировали, и как все-таки команда пыталась решить эти проблемы? Опытные игроки подсказывали, что и как, и мы собирались вместе, там, схожу по секрету, там, в мафию играли, там, вот такое сплочение было, то есть как-то общение ближе, знакомство, там, знакомились друг с другом, семьи, там, познакомились, там. То есть формировался коллектив заново фактически? Новые люди, много народу, и сами пытались как-то сплотиться тоже. Игорь, тебе дается в том числе не просто, а вот что я имею в виду, несколько раз тебе приходилось покидать поле с перевязанной головой. Это вот специфика игры центрального защитника, или вот настолько, да, действительно трудно даются очки, приходится действительно в борьбе их добывать? Ну, конечно, нам легко не даются и в борьбе, и желание большое, чтобы набирали очки, выкарабкиваться из этого положения было. Но это ничего страшного, но то, что я... Вот ты уже, в общем, человек опытный, уже поиграл, и, наверное, все-таки можешь давать оценку и своей игре, и игре команды. Уже больше половины чемпионата сыграно, уже идет второй круг. Насколько команда сумела тот потенциал и те возможности, которые у нее есть, реализовать, и насколько ты доволен своей собственной игрой? Ну, так как семь туров неудачно были, я думаю, что можно троечку поставить, если по пятибалльной системе. И команда только прибавляла, и сейчас сборы или зимние тоже пойдут на пользу, то, что и больше сыграемся, и больше игр будет на сборах. То есть, думаю, что надо больше набирать очков в следующей весне. А насколько это возможно? Насколько велик потенциал команды, на твой взгляд? Ну, есть куда расти, так я не могу сказать, какой потенциал. Ну, реально, за какие места эта команда может бороться, на твой взгляд? Ну, я думаю, зоны вылетом они должны быть. А как свою игру оцениваешь? Ну, было тяжело, потому что пропускал много, там, за Динамо не играл, и было тяжело вливаться первой игрой. То есть, не было игровой практики. А тут еще это неудачное удаление в первом туре. Да, еще неудачные игры, которые схватывались. Ну, ничего, поддержка друзей, поддержка родителей, и помогло это все, то, что эмоционально поднимать себя. И, думаю, сейчас наладилось все, и у меня, и у команды. Не секрет, что после матча в ЦСКА были некоторые, скажем, трения с фанатским сектором лично у тебя. Как ты думаешь, это следствие как раз отношения к новосибирским футболистам со стороны наших фанатов? Или там было какое-то недопонимание, которое удалось в конечном итоге преодолеть? Ну, болельщикам не нравится, когда команда проигрывает, это можно понять. Ну, может, и какое-то было, то, что я новосибирец, может, чуть-чуть какая-то тоже частица была. Ну, сейчас все наладилось, дай бог, чтобы не повторялось бы все это. Володя практически наш земляк. Он сибиряк, родом из Новосибирска. И хоть последние несколько лет прожил в Москве, в Томске ему было адаптироваться несложно. Так как сибирский город тоже не сильно отличается от Новосибирска, только размером. Но так я не сильно избалованный, не там, Москва, Томск, Новосибирск. Мне без разницы, главное, футболом живу, а где адаптироваться и какой город сильного значения не имеет. Но мне нравится Томск. Молодой город, много молодых, перспективных, много институтов. То есть, красивый город. Насколько вообще отдых для футболиста это продолжение чемпионата? Или все-таки хочется во время зимней паузы полностью расслабиться и, скажем так, о футболе, о каких-то функциональных нагрузках не думать? Ну, конечно, хочется чуть-чуть расслабиться. Но сколько я отдыхал зимой, неделю отключишься и уже через неделю вспоминаешь о футболе. И хочется уже увидеть и партнеров, и побегать с мячом. То есть, недельку отдыхаешь, а уже потом мысли сами приходят. Мы поблагодарили Владимира от лица болельщиков за его самоотверженность на поле и пожелали ему как следует отдохнуть, набраться сил, для того, чтобы удачно провести в составе нашей команды оставшуюся часть чемпионата. Я бы тоже хотел поблагодарить болельщиков за их поддержку, что они в сложной ситуации с нами были и сейчас тоже поддерживают нас хорошо. И хотел бы, чтобы они приходили также на стадион и поддерживали нас.